Дорогие братья, сестры, молодежь, дети, пастыри церквей, ангелы, которых Бог поставил пасти церковь, я поздравляю вас с великим праздником, днем Пятидесятницы, днем рождения церкви, днем сошествия Духа Святого. Дорогие друзья, с праздником Тройцы поздравляю вас и вместе с вами в радости желаю сказать слава Богу! Это великий праздник, дорогие друзья, для церкви, которая крещена Духом Святым, исполнена Духом Святым и прославляет Господа в лице детей, молодежи, и наши сердца открыты, и наши уста гласят, возглашают или провозглашают хвалу нашему Господу. Город Челябинск. Я впервые здесь. Евгений Тищенко. Дорогие друзья, но я здесь наслаждаюсь, потому что получаю это наполнение Святым Духом до края земли. И я прочту, дорогие друзья, всего лишь несколько стихов. Это будет Деяние апостолов, первая глава, четвертый стих. Иисус Христос, собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима. Но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Ян крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Дорогая церковь, я еще раз хочу вместе с вами сказать слава Богу! Вот это только представить апостолы, ученики, они ходили со Христом, они пережили скорбь и печаль, и Христос собрал их вновь для того, чтобы возвестить свою волю, открыть некоторую истину. Дорогие друзья, и Он сказал, чтобы они ждали. В нашей жизни тоже мы ждали. Мы переживали тот момент ожидания. Так вот, ученикам Он повелел ожидать. И вот смотрите, как по-человечески они рассуждают. Они говорят, «Господи, не все ли время Ты восстанавливаешь царство Израилю?» Они хотели без нас уже царствовать. Они не думали о будущих поколениях. Они не знали, что такое церковь, что такое новая жизнь. Водами умерли, утратили, умерли. Дорогие друзья, Христос пришел на землю. Это любовь Божия для того, чтобы оживить народ, для того, чтобы принести спасение. И Он говорит, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете свидетелями мне в Иерусалиме, Самаре и даже до края земли». Ну, я так представляю, за Уральскими горами. Дорогие друзья, это уже какой-то край. Мы там на юге больше живем, ближе к Израилю. Но, дорогие друзья, вот только представить. Все это было предсказано. И вот мы проехали несколько церквей, и мы бываем и на Камчатке, и в Калининграде. И у нас большая страна, но не только страна. Дорогие друзья, много мы посетили мест и там, где проживают наши в Астралии, в Америке и в Европе. Дорогие друзья, но радость в том, что Дух Святой оживил. И мы живая церковь, дорогие братья и сестры, мы живы. Бог это сделал. Слава Ему, дорогие братья и сестры. Притом, Он сделал нас подобно Себе. Он творил так. Он усмотрел так, дорогие друзья. И Он сказал ученикам, вы примите силу и будете свидетелями. Не просто, дорогие друзья. Он дал дух, чтобы мы поутешались, сидя на скамейках. Нет, дорогие друзья, если бы так, не было бы здесь Урал, Сибирь, и до края земли не было церкви, не было бы святых, но силу дал для того, чтобы вещали, для того, чтобы проповедовали, для того, невзирая ни на что, и в тюрмах, и везде. Дорогие друзья, это сила, это Божья сила, это Дух Святой. Дорогие братья и сестры, я вместе с вами еще раз хочу сказать Слава Богу! Слава Богу! Мы крещены Духом Святым, а если кто еще не крещен, дорогие друзья, такая возможность просто сам Бог дает обратиться к Нему. Я тоже ожидал, я тоже созревал, был момент, период жизни, с детства верующий, но крещение я получил там 15 где-то, около 16 лет, год я ревновал, дорогие друзья, и я вот вспоминаю тот вечер, даже за полночь было, за полночь, когда Бог, моя сестричка двоюродная, мы в Батуми молились, и мой товарищ, и я трое, в доме Артура Ивановича, пресвитера церкви, и как Бог наполнил нас, нас поднимали, мы не хотели встать, нам хотелось еще и еще, это было так хорошо, это совершенство, это совершенство, дорогие друзья, человека, сотворенного Богом, Бог его так сотворил, он вдохнул, дух жизни, и вот, дорогие друзья, когда нас подняли, за полночь было, ну, уставшие все были, Артур Иванович сказал, мы пропоем Псалом, будем радоваться братьям, и уже разойдемся по домам, нас поздравляют, дорогие друзья, запели Псалом, тогда рукописные такие были, песенники, вот, и мы смотрим слова, и поем, будем радоваться братьям, прочь уныние и страх, и так далее, я не заметил, когда все перешли на иные языки, и поют, смотрим в слова, где русскими буквами написано, а мы все поем, нас человек 15 было на иных языках, притом одинаково, дорогие друзья, это было такое укрепление, для меня чудо, и эта сила благодати, посетила в нас, упали на колени, и молитва продолжалась, слава Богу, это рождение, дорогие друзья, его забыть невозможно, я вспоминаю более такое время, 2003-й или 2004-й год, к нам в Рожкау приехали, попросились глухие побыть, ну, конечно, мы предоставили им возможность послушать духовные темы, преподать пищу духовную, и у меня была тема крещения Духом Святым, и вы знаете, ну, я это же говорю, и молодежи, там вообще, эту тему, я проговорил им эту тему, проговорил, и вдруг подняли все руки, я через судно, переводчицу, струнадию, говорю, какой-то вопрос узнай, и она мне говорит, они спрашивают, так мы обделены, мы не можем получить крещение Духом Святым со знамением иных языков, и я пришел в тупик, тему готовил, но не готовился к такому вопросу, и я не мог быстро сообразить, и я так думал, что сказать им, я прочитал, здесь было вот открыто, это место Писания, заговорили на иных языках, они говорят, так вот в том-то и дело, мы так и понимаем, заговорили, а мы, они не говорящие, и третий раз, я дважды прочитал это место, они говорят, так мы можем получить крещение Духом Святым, я говорю, пойдемте, там в грах у нас, так две скалы, там поляночка, ну мы туда уходили, с детьми молились, там уже сотни, может тысячи получили, крещение Духом Святым, и я говорю, идем молиться, и они опять руки подняли, я говорю, спроси, что им надо, и они говорят, не берите никого, а вдруг мы и правда заговорим, а это будет выглядеть, возможно, смешно, не берите никого лишних, ну мы взяли, пару суток переводчиков, пошли туда, поднялись, я им объяснил, вот здесь получают, вот здесь Бог, Бог крестит Духом Святым, там один человек приехал с Иркутска, глухой, с женой, жена верующая, и с дочерью, подросточек была, она слабоговорящая, ну что-то можно понять, а он неверующий был, и его они упросили, говорят, там красиво, горы поехали, ну, посмотришь, отдохнешь, и он там у нас в Рожкау покаялся, он покаялся, и вот они там встали, такой пригорочек, встали, и мы стали молиться, и когда мы замолились, ну, Бог посетил, с самого начала, дорогие друзья, и эта девочка, слабослышащая, она заговорила на иных языках, она радовалась, но мы поднялись, и я сказал, вот ваша дочь получила Дух Святой, но они хотя не говорят, а у них эмоции отражаются на их лицах, вы знаете, это было нечто, я говорю, еще будем молиться, будем, мы встали на колени, и Господь так наполнил, отец, который ехал посмотреть горы, который еще только о Боге так, со стороны знал, который покаялся там, заговорил на чистых языках, на чистых, исполненный силой, человек, который не говорил, заговорил, оказывается, Бог крестит Духом Святым и силою глухих, которые никогда не говорили, и в тот день получило три человека, неговорящих, которые заговорили на иных языках, у нас каждый год приезжают, Бог крестит Духом Святым глухих, и баптисты, они слышат, там общаются, приезжают, и их крестит Господь Духом Святым, то есть глухие из баптистских церквей, там из разных, два года назад, два молодых человека, студенты глухие, ну там в Армавире у нас есть место, где они обучаются, и вот в церкви там глухие, тоже они посещали собрания, но обычно глухие, у них свой мир, и они общаются, и пригласили их, два молодых, один мусульманского такого происхождения, один христианского, и мы молились, как обычно, и когда Бог крестил Духом Святым, два молодых, ну кроме еще других крестил, но я хочу выделить два молодых человека, один из них, молился, наверное, более 12 часов, не мог остановиться, он ходил, это человек, который не говорящий, он ходил, подходил, и говорил на их языках, ну мы понимали, а глухие говорят, что с ним происходит, Бог говорит через его уста, дорогие братья и сестры, ну для меня это было чудо воскрешения мертвых, когда глухие заговорили, их Бог любит, крестит Духом Святым. Дорогие друзья, это вот такая тема, о которой можно говорить очень много, долго, радоваться, прославлять Господа, мы Его дети, мы рождены для Царствия Божия, и Бог в нашей жизни помогает. Но хотелось бы еще так, немножечко в такую сторону сказать, дорогие друзья, когда я получил крещение Духом Святым, ну знаете, так может, как обычно всегда говорим мы, отрываемся от земли, на крылышках летаем. Я помню, я приехал, на работе там был один человек, который всегда смеялся, издевался, ну это дни гонений тогда были, вот, но я когда приехал, я его никогда не обижал, но когда я приехал, и мне так хотелось его увидеть, увидеть, обнять его, передать ту радость божественной любви. И он всегда издалека заходил, когда на производство автоколонну, он с ворот кричал, чтобы все слышали, баптист идет, смотрите на него, святой. Ну, это для них как бы унижал он, так вот унижал. Ну, знаете, честно скажу, когда я был некрещенным Духом Святым, там что-то внутри происходило, так неприятно было слышать. Но теперь он, я первый пришел, он заходит, увидел, побежал ко мне, он обнял меня. Я говорю, Миша, что с тобой произошло? Я соскучился за тобой. Я обнял его. Миша, Бог любит тебя. Дорогие друзья, эти чувства угасают. Это может пройти. Это может проходить. Мы можем, дорогие друзья, ну, так просто скажем, словом Божьим, ангелу ладокийской церкви напиши. Ты не холоден, не горячий. И дальше он говорит, но как ты тепл, извергну тебя из уст моих. Дорогие друзья, это очень плохо, когда мы остываем, когда, дорогие друзья, мы и грехов не делаем больших. Но суета, возможно, какие-то дела там, или еще что-то то, что наше сердечко, знаете, как-то туда уходит. Что-то мы немножко оценили выше, больше, туда времени, больше уделяем и еще что-то. И извергну тебя, Иисус мой, дорогие друзья. Но у Бога всегда по-другому. У него любовь, у него любовь. И он говорит, советую тебе, дорогие друзья, мы ощутили это, мы чувствуем, у нас есть возможность каяться и покупать золото огнем очищенное, наполнять наши сосуды елеем, чтобы нам гореть в день пришествия. Дорогие друзья, мы живая церковь. и дай Бог, чтобы нам быть всегда живыми, и только святые живые войдут в небо. Дорогие друзья, как хорошо с Духом Святым. Как хорошо, когда мы можем по-человечески, знаете, решать вопросы. мы имеем какие-то познания там, и образование получили, и все, дорогие, но как хорошо, когда мы водимы Духом Святым. Нам Бог дал еще девять даров. И мы имеем это, дорогие друзья, в том случае, когда мы живем для Бога, когда мы до края земли идем, проповедуем, когда мы знаем, что мы с Господом, и без Него ничего не можем, дорогие друзья, Бог с нами тоже. Я пару случаев, я вот сегодня сидел, думал, ну, думаю, что, какое свидетельство сказать, мне много случаев, я думаю, у вас еще больше их. Ну, вот один такой случай хочу сказать, как Бог хранит и как Он заботится о своих детях. Это было в 1987 году, когда в Армении было большое землетрясение, Спитак ушел, дома под землю, Кировакан и так далее. У нас быстро в нашем регионе собрали помощь и меня послали в командировку, еще один с нашей церкви, брат тоже служитель, и мы отправились на машине туда ехать, это декабрь месяц был, ну, мы поехали морем, сюда вот она, по над Черным морем, потому что через Владикавказ там, ну, зима уже была, и там перевал, он закрывается передами, и мы сюда поехали, и это было ночью, это было ночью, уже прошли мы за Сухуми, проехали, я за рулем был, и поднялись, поднимались на перевал, как обычно, там серпантины, это четыре ночи было, без нескольких минут, прошел один тоннель, выехал, через время второй тоннель, и все же серпантины, и затем третий тоннель, проезжаю тоннель, выезжаюсь, да, еще хочу сказать, за нас помолились, благословили, мы по дороге ехали, молились, а я вот, мой брат, который со мной был, он спал уже, а я сам ликовала душа, так, знаете, радость, я напевал, и еду, ничего не предвещало, не было нигде ни снега, перевал был чистый, и выезжая из третьего тоннеля, а там сверху текла водичка на асфальт, и наледь большая такая образовалась, а мороз крепкий там, и я заезжаю, когда там с поворотом так, и нашу машину понесло прямо в пропасть, там, кстати, и трос был порватый, там, как бы, такое небольшое ограждение, там, потом мы смотрели, далеко речка булькотела, там, и вот, в этот момент я не видела ангела, но я ощутил и почувствовал, это Божья рука схватила нашу машину, она уже пошла туда, и схватила нашу машину, и отбросила под скалу, а там на обочине такая мелкая щебеночка была, и она начала переворачиваться, машина тоже так поднялась, ее что-то удерживало, встала на колеса, Иван, который был со мной, вскочил, что такое, я говорю, сейчас пойдем смотреть, вышли с машины, глянули туда, все, ну, правда, меня затрясло, уже потом, я не мог сесть в машину, трясет, всего, когда все это увидели, дорогие друзья, Божья, ангельская рука, но я дальше не буду рассказывать, времени нет, одно хочу сказать, когда мы приехали домой, в служение, и первое, у нас там старички были, дедушка и бабушка, сосуды, и сразу бегом к нам, брат Женя, брат Ваня, что с вами случилось такого-то дня, в 4 часа ночи, я говорю, кто вам рассказал, я же еще никому не рассказывал за этот случай, Господь пробудил нас, пробудил Господь, и проговорил, молитесь за Ваню и Женю, они, Господи, о чем молиться, и было наполнение Духом, они говорят, мы молились Духом, Духом, но и на их наречиях, и потом пришла радость такая, беда миновала, и вот они подошли и спрашивают, да, дорогие друзья, конечно, с какой радостью мы приняли заботу Божью, мы благодарили Господа в церкви за то, что Бог, Он есть охрана, Он милосердный наш Бог. Дорогие друзья, а в жизни сколько случаев разных моментов, которые мы, крещенные Духом Святым, от Господа получаем и в разумление, своевременно Бог побуждает кому-то помочь, своевременно, дорогие друзья, Бог мудрость дает. Один еще случай, и я буду заканчивать, это тоже те годы гонения, нас очень преследовали КГБ, потому что у нас, ну, по-современному сказать, лидеры эмиграции в нашей церкви были, и их уже второй раз посадили, те, которые как бы это, ну, и это очень так нас, как говорится, постоянно держали под контролем, церковь большая, у нас поселочек небольшой, полпоселка верующих, и вот КГБ, я служитель, на то время был один, и, значит, я приезжаю, главврач говорит, Женя, быстро езжай в военкомат, там высокие люди тебя ждут во втором отделении, ну, я понял, потому что это такой период времени, неделю назад, Зверева и Волкова, фамилии у них такие были, по религиозным культом, они обрабатывали, пытались нам, нас, ну, каким-то образом в регистрацию там загнать, ну, и иммигрантов как-то, чтобы сдали там, ну, знаете, такая работа у них, КГБ, я еду, а перед этим у нас было вот с Волковой и Зверевой крупный такой разговор, я как бы объяснился, объяснился, уже все сказал, что нет, ну, это тоже есть история, но я не буду говорить, я еду, и так расставляют по местам, вот я, вот меня это спросят, я скажу, вот это, вот так отвечу, вот там все расставил, и так довольна, еду, уже доезжаю, и вдруг слышу тихий, нежный голос, тебя же и не спросят об этом, о чем я уже решил, как отвечать, и вы знаете, просто слезы брызнули из глаз, я остановился на обочину, я начал каяться, Господи, прости меня, Господи, вразуми, и когда я еще молился, такое, знаете, наполнение пришло, вот так вот, полностью, как бы, накачали меня, и теперь такая радость, я доезжаю до военкомата, захожу только, там уже девушка, бегай, да где вы там, там такие люди собрались, оказывается, их там четыре человека, начальник КГБ, там еще, которых не знал, инспектор, вот, и я думаю, я их задержал, сильно будут кричать, открываю дверь, начальник КГБ, столик такой стоит круглый, встает, подходит, ко мне встречает, берет руку, и говорит, приветствую, ну, как верующий, а он очень был опытный, слово хорошо знал, приветствую, я говорю, приветствую, ой, Евгений Викторович, как ваши детки там, как это, у вас зарплата маловатая, у вас там это, знаете, такая лесть, садись, садись, тут вот мы тебе местечко приготовили, они там что-то пишут, значит, вот мы хорошо подумали, вы очень авторитетный человек, вас все слушают, это все, вот, мы вас пошлем учиться в духовную семинарию, в Ленинград, и, ну, и там он много, зарплату повышаем вам, это же все, мы только скажем, все будет, но, я это слушаю, меня здесь полно, вот так наполнено, я еще не знал, что говорить, когда заходил, но тут открываются уста, и то, что надо, я сказал, я сказал, какие вы добрые, но Бог добрее, ну, и знаете, в нашем разговоре поменялись углы, вот, отношений, они к белым медведям, как обычно, опять пообещали отправить, мы решим вопрос, мы сделаем все, там, и так далее, и тому подобное, ну, дорогие друзья, я хочу подчеркнуть, вот что, Дух Святой, своевременно, я, я не знаю, что бы я говорил, или куда бы мои ответы были направлены, если бы вот здесь не было наполнения, ну, это, дорогие друзья, я два, просто свидетельства, но хочу сказать, дорогие братья, сестры, сосуды, необходимо очищать, сосуды должны быть полны, Христос, когда еще ходил по земле, Он говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано, из срева потекут, реки воды живой, дорогие братья, дорогие сестры, молодежь, знаете, как хорошо, когда свежие реки, живительные реки текут, и есть такая возможность обновляться, укрепляться в духе, жить для Господа, я очень рад, как у нас, так и у вас, у меня больше сорока внуков, они тоже так играют, поют радостно, радостно, когда детки поют, когда молодежь поет, они здесь, они готовятся, они душой и сердцем тут всегда, у них забота о том, как лучше прославить Бога, переживания, славьте Господа, благодарите, Бог будет устроять, да, будут испытания, но с Духом Святым будет хорошо, аминь, будем молиться.